На библейский портал Экзегет поступил следующий вопрос. Зачем нужен священник в армии? Наверное, он адресован мне не случайно. Я являюсь самым военным священником и в данный момент нахожусь на должности помощника начальника Московского высшего общевойскового командного училища по работе с верующими военнослужащими. И, соответственно, есть определенная моя уже личная история служения в войсках. До этого была на 102-й российской военной базе, дислоцирующейся в Армении. Зачем нужен священник в армии? Я скажу, наверное, немножко шире, раскрою этот вопрос. Во-первых, в нашей действительности, в которой мы сегодня уже живем, приходится говорить о том, что у нас есть институт воинских и флотских священнослужителей. Образовался он в 2009 году. До революции это была отдельная история. Сейчас, в 2009 году, в поручении президента, министру обороны, были введены штатные должности в соединение, в зарубежные, сначала базы за границей, потом дальше уже на территории России. На эти должности становились и сейчас становятся, замещают штатные священнослужители. Это представители традиционных религиозных объединений России, соответственно, православные священники, это имамы, мусульмане, это буддисты, ну и номинально иудеи. То есть у нас есть военные священники, военные имамы, военные ламы, ну и должны быть военные раввины, ну на данный момент как бы это так, номинальная должность, но она есть. Эти должности вводятся по востребованию этих частей, если присутствует более 10% военнослужащих определенного традиционного религиозного объединения, то вводится эта должность. Мы видим, что это решение, оно введено на уровне государства, то есть военное духовенство это не институт русской православной церкви. Конечно, русская православная церковь входит в этот институт, как традиционное религиозное объединение России, но в целом на уровне государственном туда входит не только русская православная церковь, хотя, конечно, православных большинство. То есть я это говорю для того, чтобы мы понимали, что не только священники, но и имамы, и ламы востребованы в армии военнослужащими. Мы не выполняем задачи, как в самом начале особенно говорили замполитов, у нас совершенно другая сфера. В армии все сопряжено, все вместе находится, но тем не менее есть определенная специфика. Священник должен быть, как говорил апостол Павел, я был всем для всех, и священник должен быть своим для военнослужащих. Потому что, в общем-то, армия и сообщество военнослужащих — это некоторая каста, и она замкнутая. Когда приходят со стороны, то это всегда чувствуется. Даже, допустим, какие-то параллельные структуры государственные, которые, тем не менее, так или иначе присутствуют в войсках, они все равно не те, не свои, скажем так. И священник здесь должен понимать специфику воинской службы. Он должен быть, что называется, отцом для этих военнослужащих. Он не просто нас называет отцами. Священника называют отцом не просто такая вот традиция. Эта традиция, она сложилась именно потому, что, во-первых, священник, когда крестит, он дает возможность, как бы рождает человека для жизни вечной, отсюда отцовство. Но он должен быть отцом в том плане, что он должен дать возможность вот на уровне душевного контакта с этим военнослужащим передать ему то тепло, которое в его сердце должно быть. То есть он должен открывать этому военнослужащему Богу, Бога ежедневно. Более того, сама специфика службы в войсках, она тоже своеобразна. Это не просто, когда есть воинская часть, есть храм, есть там батюшка. Все это хорошо. Но у священника спектр задач, кроме служебной, гораздо шире. У нас деятельность состоит из богослужебной и внебогослужебной. Ну так условно называется. То есть вся та духовно-просветительская, нравственная, патриотическая работа, она также включается в зону нашей пастырской ответственности, в сферу нашей деятельности. Поэтому вот я это обрисовал с точки зрения того, чтобы создать как бы некоторое пространство мыслительное, которым занимает священник свое место. То есть, наверное, здесь нет ни одной сферы, которой бы священник не затрагивал в своей деятельности, не участвовал в ней. Возьмем учения, допустим, или боевые действия. Священник там тоже присутствует. Священник находится со своим снаряжением, скажем так. Находится со святыми дарами. В случае, не дай Бог, гибели военнослужащего, священник, или, допустим, возьмем ранение, священник должен обладать навыками оказания первой медицинской помощи. Должен помочь при транспортировке, если в этом есть необходимость. Священник должен в случае необходимости крестить этого человека, который, может быть, крайняя возможность имеет в своей жизни. Вот открылась ему небесная реальность, и он хочет принять крещение. Для этого священник должен быть рядом, дать ему эту возможность, причастить святых христовых таинств, помолиться с ним вместе, благословить на бой, и даже на учебно-боевую задачу. Ведь это очень много. И ведь всегда страшно. Кто говорит, что когда война, никто не боится, это неправда. Все боятся, страшно всем. Но любовь изгоняет страх, любовь побеждает страх. Об этом говорит Священное Писание. Любовь — это Бог, который приходит в жизнь этого человека, вот там, в критическую точку. И если этот воин чувствует, что с ним Господь, то страх изгоняется. Тогда он видит, что его земная жизнь не заканчивается вот этим моментом, что она переходит, даже в случае его смерти, совершенно другое измерение. И тогда страх уходит из жизни. Потому что вера, она открывает новую реальность, новую перспективу. Но для того, чтобы человек был в этом состоянии, необходима подготовка, необходима работа с этим военнослужащим на всех этапах и в семейной жизни. Нужна помощь. Иногда случаются такие ситуации, что нужен священник. Не просто, чтобы поисповедоваться, причаститься и членам семей, но в том числе и решить какие-то вопросы, какие-то конфликты, которые могут не давать возможности этому военнослужащему выполнять боевую задачу. Бывают разные случаи. Бывают, допустим, случаи неверности в семье. Жена начинает изменять мужу, когда он находится там, постоянно на боевом дежурстве. А муж, узнав об этом, теряет возможность выполнения боевой задачи. Это серьезная проблема. Это занимаются и психологи, занимаются и командованием. Все занимаются. Но не всегда этот военнослужащий откроется. Он может закрыться, держать эту боль просто в себе. И в критический момент, когда ему нужно будет нажать на кнопку, он может совершить совсем другой поступок. И ведь это очень важно. Дети. Отдельная сфера. Дети у военнослужащих, как и семьи в целом, не брошены, но часто оставлены. Потому что военнослужащий выполняет свои должностные обязанности. Не всегда он может уделить должное внимание своей семье. Нужно утешить, нужно поддержать, нужно попытаться создать какие-то мероприятия, которые будут способствовать тому, чтобы они встретились, побыли друг с другом рядом. Лучше всего, конечно, это за богослужением. Когда вместе и члены семьи, и дети помолятся. И, соответственно, вот эта любовь молитвенная, она объединяет как ничто другое. Ну, я не буду перечислять весь формат этих мероприятий и всей деятельности, которую священник осуществляет. Но он должен быть именно отцом. Поэтому, знаете, вот у казаков, почему называлась эта шапка Папаха? Потому что атаман носил ее, он даже мог крестить в случае необходимости, если не было священника. Он тоже был для них как бы отец. Но это усеченное, скажем так, священство. А так в полном формате, в полном объеме именно задача священника. И он должен также входить в систему боевой подготовки, потому что на всех этапах необходимо быть рядом. благословлять все учения, благословлять все походы и присутствовать всегда рядом. Потому что бывает такая ситуация, что никто не поможет, кроме священника. И в моей практике таких случаев было достаточно много.